Весь мир считает гипертонию болезнью века или болезнью цивилизации. Это не насморк, за неделю ее не вылечишь. Более того, не существует таблетки, которую принял и стал здоров. Гипертония – хроническое заболевание и лечение требуется на всю жизнь. Но есть хорошая новость. Гипертония все-таки иногда лечится. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Знакомьтесь. Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Алексей Ивачев, врач-сосудистый хирург, заведующий кафедрой и клиникой факультетской хирургии СамГМУ, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заслуженный работник здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук. Добрый месяц. Прежде всего, надо сказать, что гипертонические состояния, они очень распространены в человеческой популяции. И нет ни одной страны, где бы этот процент имел хоть какую-то тенденцию к снижению. Наоборот, чем выше урбанизация, чем больше людей живет в городах, чем лучше медицина, чем больше продолжительность жизни, количество гипертоников, людей, страдающих артериальной гипертензией, увеличивается. Эта тенденция прослеживается уже не один десяток лет. Это первое, что нужно сказать, поскольку это огромная социальная проблема. Почему это очень важно понимать? Дело в том, что при гипертонической болезни, если она установлена у какого-то пациента, риск развития инсультов и инфарктов возрастает многократно. Гипертоническая болезнь является независимым и очень важным предиктором, очень важным фактором риска развития двух основных сердечно-сосудистых катастроф – инфаркта и инсульта. Вот поэтому этой проблеме уделяется так много внимания. И затраты на лечение этих пациентов просто колоссальны на сегодняшний день. Это во всех абсолютно странах. Если верить статистике, гипертонической болезнью болеют даже не миллионы, а сотни миллионов людей. Наверняка изучались причины, основные причины развития этого заболевания. Можно ли о них сказать? Гипертоническая болезнь начала изучаться уже более ста лет тому назад, когда заметили, что есть такая проблема. Возвращаясь к первому вопросу очень коротко, чтобы было понимание. 20% работоспособного населения планеты Земля являются людьми, которые страдают от гипертонической болезни. 20% – это минимальная цифра, которая сегодня звучит. То есть это очень массовое заболевание. Поэтому изучение этого заболевания было потрачено огромное количество сил, и до сих пор все это интенсивно продолжается. Сначала это считалось самостоятельным заболеванием. Потом, по мере развития диагностики, по мере развития медицины в целом, стало понятно, что гипертония – это очень детерминированная вещь, и что развитие артериальной гипертензии может происходить от самых разнообразных причин. И в конце XX века нашим соотечественникам, профессорам Кушаковским, была предложена одна из самых всеобъемлющих классификаций гипертонических состояний. И там этих причин очень большое количество. И стало понятно, что в структуре гипертонической болезни есть такие причины, которые должны лечиться хирургически, а какие-то лечатся консервативными мероприятиями. И вот с этого времени, со второй половины XX века, все больше и больше нам становится известно о причинах гипертонической болезни, которые следует лечить именно хирургическим способом. Вот вы уже, видимо, начали объяснять нашим зрителям, почему о гипертонической болезни я сегодня общаюсь не с кардиологом, не с терапевтом, а с хирургом. То есть, казалось бы, нужно пить таблетки, а тут хирург. И как мы уже говорили в самом начале, я еще раз хочу эту интригу подвесить о том, что гипертоническая болезнь лечится. Но, я думаю, мы чуть позже проясним с вами эту историю. Вот вы сказали, что классификация огромная причин гипертонической болезни, а некоторые медики утверждают, что все они неврологического спектра. Сегодня наши знания об этом заболевании таковы, что если мы говорим о консервативном лечении гипертонии практически у любого пациента, то должна назначаться как минимум двух, а лучше трехкомпонентная терапия. То есть, назначаются препараты, которые воздействуют на разные звенья патогенеза в структуре гипертонической болезни. Это и препараты мочегонного ряда, это препараты седативного ряда, и это препараты, которые активно воздействуют на сосудистый тонус. Этих препаратов большое количество, на разные звенья регуляции сосудистого тонуса они воздействуют, но только комплексное лечение как минимум тремя этими группами препаратов, это подбирает врач индивидуально всегда, можно гарантировать более-менее успешное ведение пациентов с гипертонией. И вот это как раз пожизненное лечение. Вообще-то да, потому что если, надо сказать что, что вот почему хирурги сегодня все более активно в эту проблему внедряются, на сегодняшний день выделяют так называемую эссенциальную гипертонию, когда причину развития гипертонического состояния у конкретного пациента установить невозможно. Не можем мы найти объективных причин повышения артериального давления. И есть так называемые симптоматические гипертонии. То есть это состояние, когда гипертоническое проявление является симптомом какого-то конкретного заболевания. Это может быть сосудистые заболевания, это может быть эндокринопатия, заболевания органов, которые отвечают за эндокринные функции в нашем организме. Вот это может быть состояние почечной паранхимы, ну и так далее. Есть определенные состояния головного мозга, заболевания головного мозга, которые тоже дают гипертонические состояния. Вот этих заболеваний на сегодня становится все больше и больше. Где при изучении гипертензии мы понимаем, что есть конкретный орган, который является причиной развития гипертонического состояния. То есть это вот как раз та история, когда человек принимает препараты, а они ему не помогают, значит причина кроется в чем-то другом, и нужно ее найти. Да, именно так. Именно так. Среди страдающих гипертонической болезнью по ответу на медикаментозное лечение выделяют две группы пациентов. Есть пациенты, которым назначают, подбирают терапию, и через какое-то время у них все стабилизируется, и в общем-то определенный круг препаратов удерживает артериальное давление на приемлемых цифрах для этого конкретного пациента. А есть группа пациентов, у которых назначается терапия, она начинает воздействовать положительно, давление вроде бы снижается или стабилизируется, но через 2-3 месяца перестает воздействие, это вот так проявляться, и опять гипертонические кризы или повышение стойко-артериального давления. Препараты меняются, подбирается другая терапия, опять 2-3, максимум 6 месяцев все прилично, и опять срыв, и вроде бы модификация жизни произошла, и ничего особенного не происходит с человеком. Но препараты перестают работать. И вот такой вид гипертонии сегодня, он получил четкое конкретное определение. Если это прописано в медицинских документах, если трехкомпонентная терапия, трехкомпонентная терапия, ну, естественно, и более, если трехкомпонентная терапия, включая диуретик, мочегонный свой препарат, не помогает в стабилизации артериального давления, это называется резистентная гипертония. И это не означает, что больного просто плохо лечит? Это не означает, что больного плохо лечит. Это означает, что именно в этой группе больных необходимо искать какую-то хирургическую причину гипертонического состояния. Я хочу нашим зрителям, тем, кто опоздал к началу программы, сообщить, что сегодня в студии врач-сосудистый хирург Алексей Ивачев. Мы говорим про гипертоническую болезнь. Сейчас как раз обсудим, каким образом она на самом деле может быть излечена. А я еще напомню вам, что мы работаем в прямом эфире. Если вы хотите задать вопрос, то нужно позвонить к нам в студию. 202-11-22. На самом деле гипертоническая болезнь – это, конечно, проблема, которая беспокоит на сегодняшний день очень-очень многих наших зрителей. Я думаю, что вот, наверное, непонятно. Вы перечисляли сейчас заболевания, которые могут вызывать повышение артериального давления. И, честно говоря, непонятно, каким образом почки могут быть связаны с этим или что-то еще. Может быть, мы сейчас обсудим основные заболевания, которые как раз-таки могут являться причиной гипертензии и которые лежат в сфере интереса хирургов. Примерно с середины второй половины прошлого века начали появляться работы в мировой медицинской литературе и в нашей отечественной, тогда в советской, которые четко показывали, что установлены совершенно конкретные причины гипертонических состояний, которые требуют именно хирургического лечения. Надо сказать, что наш город в этом отношении был в числе лучших регионов, где изучалась эта проблема. И мы сегодня не можем, говоря об этой проблеме, не вспомнить профессора Ратнера Георгия Львовича, не можем не вспомнить профессора Чернышева Владимира Николаевича, который являлся учеником Георгия Львовича. Именно эти два человека написали первую монографию в нашей стране о гипертонической болезни, так называемой вазоренальной гипертензии. Это был 1977 год. И надо сказать, что мы были тогда в числе первых, кто изучали эту проблему очень глубоко. И Георгий Львович получил приглашение и в течение двух лет выезжал в Соединенные Штаты Америки, читал там лекции в университетах медицинских Лонс-Аджелеса и Нью-Йорка. Это было очень большое достижение советской медицины. О чем шла тогда речь? Вот я сегодня пришел подготовленным. Вот эта почка, она имеет вот такой вид внешний подковообразный, и в почку входит артерия, и из нее выходит вена. Почка – орган, который считается объем-зависимым органом, то есть ее работа почки очень сильно зависит от объема крови, который в нее поступает в единицу времени. И если сосуды, которые питают почку, артерии прежде всего, поражаются атеросклерозом, а выглядит это вот таким вот образом, бляшки вырастают в просвете сосуда, и просвет сосуда начинает перекрываться, то почка недополучает крови. И тогда, как объем-зависимый орган, очень активно функционирующий орган, почка в кровь начинает продуцировать и выбрасывать большое количество веществ, которые вынуждают сердечно-сосудистую систему, дают императив сердечно-сосудистой системе для повышения артериального давления. Таким образом, пока вот это препятствие для кровоснабжения почки не будет устранено, почка будет постоянно выбрасывать в кровь вещества, которые делают артериальное давление высоким. И никакие препараты, существенно значимые надолго при этом, не могут снизить артериальное давление, по той причине, что есть морфологическое препятствие для кровотока в почку. И именно это и является задачей хирургического лечения. Тогда, в 70-х годах прошедшего века, это выполняли открытые операции. Они очень травматичные, поскольку эти сосуды очень глубоко залегают. Сегодня технологии изменились, и сегодня эта проблема решается эндоваскулярным методом стентирования. В почечную артерию заводят стенд через пункцию на руке, пункцию выполняют на руке, доходят к катетерам тонким до почечной артерии, вставляют стенд, он расправляется, бляшка эта раздвигается, и почка начинает получать нормальный объем крови. Артериальное давление начинает снижаться. То есть небольшой травматизм при вмешательстве получается? Минимальный. Фактически один укол на руке. И почка начинает получать нормальное количество крови, и артериальное давление снижается. Мы сегодня проводим примерно 80-90 операций в год таким больным. Больных, конечно, гораздо больше. Возможности у нас есть на большее количество этих операций. Страдает диагностика. Вот это заболевание его надо уметь выявлять, потому что это глубоко расположенная структура. Что надо сказать? Некоторые пациенты после этой операции говорят, что было давление 180-200, стало 150-160. Фактически нормализовалось. Улучшилось, но не полностью. А некоторые говорят, что да, было до 200, стало 120-140. Некоторые говорят, что вообще мало что изменилось. И вот здесь принципиальный вопрос. Это зависит от того, на какой стадии была выполнена эта операция. Если это было на стадии первых трех лет заболевания, все будет хорошо. Если сначала заболевание прошло больше пяти лет, надеяться на успех уже меньше мы можем, поскольку внутри почки начали изменяться ткани. И здесь уже сделать мало что можно, хотя стабилизация все равно наступит. Я еще раз напомню, что сегодня в нашей студии врач-сосудистый хирург Алексей Ивачев. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Еще есть немного времени, вы можете позвонить, если у вас появятся вопросы. Ну, а мы сейчас говорили о том, что почка может быть таким сигнализатором повышения давления в организме, но только почка или еще все-таки какие-то органы тоже? Есть еще ряд заболеваний абсолютно хирургических, которые приводят к повышению артериального давления. Алексей Николаевич, сейчас давайте мы ответим на звонок, а потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Алексей Николаевич, здравствуйте. У меня на почке аневризму нашли. Что мне делать? Не совсем понял. Нашли аневризму на почке. Что делать? Да, необходимо прийти на консультацию в клинике Самарского государственного медицинского университета, прийти в регистратуру, вас запишут на консультацию к сосудистому хирургу, прием ведется ежедневно, 5 дней в неделю, вас запишут, вы придете со всеми данными. Есть параметры аневризм почечных артерий, которые предполагают оперативное лечение, есть параметры, которые предполагают наблюдение и модификацию, прежде что гипертонического состояния, если оно у вас есть. Надо прийти на прием. Да, спасибо. Я не могу прийти? Тянуть ни в коем случае. У меня вот еще аневризм в голове. Ну, я думаю, что, наверное, в любом случае вы на консультации все эти вопросы с доктором проговорите. Спасибо большое за звонок, будьте здоровы. А мы продолжим о том, что еще может провоцировать скачки давления. Вторая по частоте причина хирургической артериальной гипертензии – это заболевание надпочечника. Вот мы возьмем тот же самый муляж. Все равно недалеко от почки ушли. Да, тот же самый муляж. Над каждой почкой, почек две, есть надпочечник. Это очень небольшое образование. Оно по объему в среднем 3-3,5 кубических сантиметра. Очень небольшое образование. Но это очень активно работающий орган. Достаточно сказать, что в надпочечник входит примерно 50-60 артерий и выходит только одна вена. Это очень активно работающий орган. Что делает этот орган? Если сказать в самом общем плане, это тот орган, который поддерживает артериальное давление. Проблема в том, что у некоторых людей, таких людей примерно 1,5-2% на планете, в этом органе могут происходить некоторые перерождения. И формируется доброкачественная опухоль. В зависимости от того, из каких клеток она начинает расти, еще раз хочу подчеркнуть, что это доброкачественная опухоль. Но это клетки этого органа, которые продуцируют гормоны, которые поднимают артериальное давление. И эта опухоль начинает работать автономно от надпочечника. Надпочечник делает свою работу, повышает артериальное давление, а растущая минимальная опухоль выкидывает в кровь еще дополнительные гормоны, которые тоже повышают артериальное давление. Таким образом, без удаления этой маленькой шишки, которая в этом надпочечнике появилась, с артериальной гипертензией справиться невозможно. Это абсолютное показание к оперативному лечению. Но определяет их, конечно, врач на приеме. Для этого сегодня разработаны совершенно конкретные диагностические тесты. И когда работа поставлена на поток, здесь промахов никаких нет. Операции на сегодняшний день дают очень хороший результат. Надо сказать, что еще 15 лет назад работа проводилась без дифференцировки. То есть, если у человека гипертензии находили какую-то шишку в надпочечнике, то ему сразу предлагали операцию. Сегодня, за 15 последних лет, все изменилось. И необходимо сначала подтвердить, что именно это образование в этом надпочечнике является причиной гипертензии. Сегодня такие возможности есть в медицине. И эта хирургия сегодня стала достаточно малотравматичной. Не делается никаких разрезов. Делаются проколы. И при видеоассистированных операциях из маленьких отдельных проколов убирается этот надпочечник или образование из него. Здесь человек становится точно полностью здоровым. Никакой гипертензии у него больше не возвращается. Пообщаемся еще со зрителями. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А где можно пройти обследование? В поликлинику обращаюсь, у меня утро, 62 года. Я отвечаю. У вас у него, пожалуйста, отдаление постоянно мучает. Таблетки записывали. Несколько, где начинается последний. Куда прийти на обследование? Да, где можно. Мы поняли вопрос, спасибо. Где можно пройти обследование? Необходимо сначала прийти на консультацию к специалистам, которые выполняют эти операции. Дело в том, что если проходить обследование по всем этим органам и системам, это очень долго и очень трудоемко. И делать этого не следует. Необходимо прийти также на прием специалистам, которые этим занимаются. И вам будет четко... То есть к сосудистым хирургам? Это в нашей клинике этим занимается отделение эндокринной хирургии. Специально выделенное отделение. Там специалисты, которые занимаются этим вопросом. Вам будет после того, как с вами пообщаются и установят все детали течения вашей гипертонической болезни, вам будет дан лист, на котором будет напечатан конкретный перечень обследования. И в зависимости от результата будет предложено лечение, вариант лечения. Но это всегда очень индивидуально. Здесь нельзя сказать, что сдайте общий анализ мочи, и мы все вопросы решим. Нет. Это дело очень тонкое, потому что это гормональный статус. Это гормональный статус. Это есть специальные виды обследования. – Алексей Николаевич, я думаю, мы успеем еще. Человеческий мозг, как известно, воспринимает три пункта. Вот вы две основных причины назвали хирургические, артериальные гипертензии. Давайте, наверное, еще третью, если успеем. – Есть одна проблема, которая последние 20 лет изучается в медицине очень интенсивно. – Наш город от этого не отстает. Это проблема кровоснабжения головного мозга и поражения сосудов, которые несут кровь от сердца к головному мозгу. Разговор идет о сонных артериях. Сегодня эта операция стала массовой, она выполняется на потоке. Но есть одна деталь, и сегодня нам это хорошо стало известно. Дело в том, что, вот опять возьмем этот муляж, если представить себе, что это сонная артерия, это находится на шее, на уровне перстневидного хряща, который в народе называется кадык. Вот на этом уровне с двух сторон находится вот эта развилка. Вот между этими ветвями находится маленькая тельца, называется каротидный синус. Оно состоит практически из таких же клеток, из которых состоит ткань надпочечника. И когда пульсовая волна крови идет в головной мозг, эти сосуды работают, постоянно двигаются. И на это тельце, каротидный синус, осуществляется давление. Если это давление очень сильное, то идет в головной мозг импульс на снижение артериального давления. В чем проблема? Проблема в том, что когда со стороны просвета сосуда начинает расти атеросклеротическая бляшка, она становится экраном. И на это тельце кровь уже не оказывает такого давления. Пульсовая волна не оказывает давления. А значит, импульсы в головной мозг не поступают. Вовремя не поступают. Алексей Николаевич, я вас перебиваю в пользу телезрителей. Давайте послушаем еще один звонок. Я думаю, успеем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы узнать, как можно попасть на консенсацию. И как операции делают, если, например, ВСА на тень 2%, А НСА на тень 3% по диаметру. С левой стороны. Мы, к сожалению, не разобрали цифр. Да. Но главный, видимо, вопрос в том, опять-таки, как попасть... Атеросклерот в бращественной партии в артерии. В какой артерии? В бращественной партии в артерии. Да. Сделали уже операцию? Не делали операцию, да? Нет. Если здесь выявлена бляшка в сонных артериях, это большая угроза развития ишемического инсульта. И плюс это является причиной, если есть гипертензия, то это во многом является причиной этой гипертензии. Вот об этом мы сегодня как раз и говорим. Поэтому нужно прийти. И это можно сделать в нашем городе сегодня в трех больницах эту операцию. К счастью, за 20 лет нам удалось в городе наладить эту службу прилично. Это больница имени Пирогова. Это больница имени Середавина. И это то, где все это начиналось, клиники медицинского университета. Алексей Николаевич, осталась одна минута. И нам нужно сейчас сказать вот что-то самое важное, что должно людей побудить пройти диагностику, обратиться к конкретному, вот к такому специалисту. Самое главное, с моей точки зрения, сегодня самое главное актуально в этой проблеме, чтобы все поняли следующее. Если артериальное давление сохраняется устойчиво, несмотря ни на какое медикаментозное лечение, в течение от трех до шести месяцев, невозможно терапевтически снизить артериальное давление. Оно все время стремится вверх, или стабильно остается высоким. То вам необходимо будет пойти к сосудистому хирургу. Надо прийти будет к хирургу. Спасибо, Алексей Николаевич. Спасибо вам. Очень интересный разговор, на самом деле необычный. Мы прощаемся с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова